У меня только 15 минут, чтобы изменить мир, поэтому я думаю, это будет сложной задачей. Пожалуйста, включите мою презентацию. Вот моя презентация. Итак, моя презентация будет немного концептуальной, но я надеюсь, что некоторые вещи, о которых я буду говорить сегодня, также приведут нас к обсуждению. Я пропущу эти слайды. Я хотела бы сделать три вещи по отношению к туризму. Я хотел бы рассмотреть принципы, которые у нас лежат в основе устойчивости, в чём мы заинтересованы. Также мы будем говорить, как эти принципы можно применить на практике, потому что здесь огромные задачи, которые стоят перед людьми. Также мы рассмотрим некоторые институциональные механизмы и попробуем рассмотреть, как можно применить устойчивый туризм на практике. И после этого я расскажу об устойчивом туризме в Казахстане и, возможно, другие, и не только в Казахстане, но также в других центрально-азиатских странах, и перспектива устойчивого туризма в этом регионе и в странах шёлкового пути. Вот здесь вы видите небольшую такую диаграмму. Здесь вы видите культурное наследие. Я говорю о культурном ландшафте, я говорю не только об культуре, но и экологии также. И вот это принадлежит нации или стране. Но страна также заинтересована в природных ресурсах, которые будут помогать достигать каких-то целей развития. И туризм является основным фактором мобилизации, а также использование данных ресурсов для того, чтобы достичь некоторых устойчивых целей. Это экономическое развитие, это занятость, это распределение, а также распределение дохода. И именно поэтому мы видим, что и туризм имеет и отрицательные моменты, то есть некоторые угрозы для окружающей среды, социальные вопросы. Это культурная эрозия и некоторые вопросы, связанные с неравенством. Поэтому вопросы, связанные с туризмом, в первую очередь, включают механизмы для достижения устойчивости, также имеют отрицательный эффект, который связан у нас с развитием туризма. Самая важная часть этой диаграммы, этой картинки, вот здесь на самом деле должна быть картинка. Вот Джеральд уже говорил о четвертой индустриальной эпохе, о цифровой сфере с точки зрения мобилизации, понятия осознанности, а также продвижения устойчивости. И мы используем туризм для того, чтобы развивать культурное наследие посредством СМИ, которые вовлечены в этот процесс. Итак, что мы подразумеваем под устойчивым туризмом? Семантика достаточно интересна. Многие люди думают, что устойчивый туризм – это способ устойчивого роста туризма. На самом деле мы заинтересованы в мобилизации ресурсов туризма, а также в том, чтобы больше людей посещали ту или иную страну для того, чтобы они наслаждались культурным и историческим наследием. Но здесь вы видите небольшие отличия между этими пунктами. Когда мы говорим об устойчивом развитии туризма, и основное слово здесь – это устойчивый туризм ради развития. То есть как туризм может помочь достичь каких-то целей развития? То есть есть некоторые отличия между устойчивым туризмом ради развития и устойчивым туризмом, то есть развитием туризма. Вы знаете, что устойчивый туризм – это этическая философия. И здесь самый важный пункт. Мы мобилизуем устойчивый туризм не для того, чтобы навредить, но мы хотим продвигать туризм для того, чтобы защищать, для того, чтобы сохранить культурные ресурсы и укреплять их. То есть туризм имеет больше какие-то положительные стороны, чем отрицательные. Некоторые принципы устойчивого туризма – здесь вы видите очень сложную область, различные виды туризма, которые можно включить в эту рамку. Это экотуризм, это ответственный туризм, это опытный туризм. Некоторые культурные, экологические, социально-экономические предпосылки для устойчивого туризма. Я хотел бы подчеркнуть некоторые из этих пунктов. Итак, устойчивый туризм связан с так называемым посттуризмом. Что такое посттуризм? Это массовый туризм. История туризма заключается в мобилизации большего количества людей, чтобы они могли посещать больше мест, для того, чтобы они могли принести какой-то экономический вклад. Но посттуризм больше связан с медленным туризмом. Это туризм особого интереса, когда люди занимают какие-то области, ниши. И через минуту посмотрим, как можно взять медленный туризм в контексте быстрого туризма, для того, чтобы мы могли смотивировать людей для туризма. Аутентичность. Туризм не должен затруднять аутентичность. Какие-то культурные, экологические ресурсы, наследие, сотрудничество является самым важным. Вчера уже об этом говорили. Чем конкуренция? Вы знаете, что туризм – это конкурентная среда. Но для того, чтобы взять цель устойчивого туризма, мы должны работать вместе. Страны должны работать вместе, мир должен работать вместе, и партнеры должны работать вместе. Даже внутри страны. Правительство, местные люди, частный сектор и так далее. Мы не просто берем устойчивое развитие как отдельную часть процесса туризма. Мы должны подумать, как можно визуализировать, мобилизировать, спланировать, организовать и выполнить все это. И в конце мы видим как раз-таки полный цикл развития туризма. Вчера мы очень много говорили о культурном наследии в городах. И я был удивлен, что города были очень заинтересованы в этом обсуждении. Это был централизованный фокус. Это то, о чем мы в основном говорили. Но какова цель устойчивого туризма? Ради развития. Это распространение и использование преимущества благодаря туризму и распределение на местном уровне и достижение каких-то отдельных регионов. Это так называемый спред-эффект для того, чтобы не просто люди приезжали в город и наслаждались культурным наследием, но чтобы это культурное наследие также распространялось из городов. И чтобы люди были поощрены и с удовольствием посещали разные места. Таким образом, мы распространяем преимущества туризма. Взаимоотношения между гостями, между теми, кто принимает, это очень важно. Очень часто принимающая сторона – это пассивная сторона, а гости – это активная сторона. Если я приезжаю в вашу страну и хочу наслаждаться ресурсами, я на самом деле не особо думаю о вас. А что такое устойчивый туризм ради развития? Это взаимодействие между визитерами и между принимающей стороной. Это действительно сложная задача, потому что должны быть определенные предпосылки для этого. Хорошо. Я сейчас перехожу к задачам или к целям. Конечно, легко сказать, что всё это сделано. И через минуту я вам расскажу о некоторых институтах, которые уже были открыты ради устойчивого развития. И я хочу вам сказать, что мы можем разработать замечательные документы, какие-то таблицы. Но я не верю в то, что на местном уровне мы в итоге можем всё это выполнить. И это начинает, конечно, с самых низших уровней. Я бы это уже чуть позже, конечно, отметил. Одним из элементов устойчивого развития является соответствующий элемент туризма, где люди будут посещать различные культурные достопримечательности, места. И они должны отвечать за своё поведение и должны понимать о своём влиянии на местное сообщество и ресурсы, соответствующие туристические, которые они посещают. Есть большое количество сейчас различной туристической деятельности, которая всё растёт, растёт, которая идёт в рамках устойчивого развития. Люди заходят на интернет-сайты и решают посещать определённые туристические места, если они будут только удовлетворять определённые критерии, где я буду знать, что я не буду давать какой-либо негативный эффект на эти места. Проблема здесь является, что те люди, которые отвечают за устойчивое развитие, это не те люди, которые нам надо перекинуть в плане соответствующей менталитета в новый парадигм. Опять же, люди, многие не думают об этом, о своём влиянии на то, как это всё действует на местных людей и места различные. Поэтому необходимо в данном случае продвигать этот вопрос, чтобы мы могли процесс привести. Также вопросы, соответствующие зелёные экологические алименты туризма. У нас есть соответствующие пакеты туристические, которые мы показываем, как зелёный экологически устойчивый туризм. И в данном случае она, конечно же, намного легче, чем просто брать и на вызовы отличать. Получается изменение мира, распределение вот такого рода элементов. Рассматривая массовый туризм или медленный туризм, в данном случае, и здесь одним из интересных моментов, это то, что специальный турист, такой вот уже нового типа, он отличается от многих других туристов, который ищет новые места, новые какие-либо интересные моменты. Даже он будет хвастаться, он или она, что я был здесь, здесь, здесь. И люди хотят всё новые и новые места находить для того, чтобы отличаться. Но чем больше и больше людей будут участвовать в различных направлениях, они становятся такими же, как и многие другие туристические места. Это результаты глобализации. Мы должны понимать это. Я уже получал пяти минутное уведомление о том, что мне необходимо завершать. Опять же, что такое туризм? Туризм – это феномен, который очень сильно разнится по части международного массового домашнего туризма. Поэтому необходимо такого рода элементы туризма понимать. Для того, чтобы мы могли привнести устойчивый туризм, люди должны понимать, что это означает и почему вообще надо делать это всё, как делается так же всё в рамках этого направления. И что касается соответствующей политической воли о изменениях, а что касается его распределения внутри страны, например, которое влияет на соответствующие перспективы, чтобы люди могли влиять, говорить, и чтобы они могли внедрять свои принципы, мнения, взгляды в сферу туризма. Это очень просто. Опять же, ландшафт политики власти во многих странах, она очень-очень неравна, конечно же. Однозначно, демократизация туризма, это легче, конечно же, сказать, чем сделать. Распределение туризма в другие направления – это замечательная вещь, но это палка двух концов. Конечно же, здесь вопросы соответствующие работоспособности, вопросы ресурсов и в то же самое время даже определенных элементов неустойчивости. Немного, пару минут возьму у вас ещё. С 1997 года я хотел сказать, что Всемирная комиссия по вопросам экологии и туризма представила соответствующие стандарты по устойчивому развитию, и после этого мы получили целую вагонную тележку дополнительных различных стандартов. Даже вот TripAdvisor внедрил соответствующую награду для тех, кто участвует в разработке экологической туризма, так, для ЕС это стандарты, да. Хорошо, очень-очень кратко. Опять же, это не так, что я говорю о Казахстане, это то, что я читал о развитии туризма в Казахстане. Три человека здесь писали о экологическом туризме. Я бы сказал бы, что устойчивое развитие туризма в Казахстане и в других странах, в Центральной Азии, это достаточно большой вызов. Очень важно, опять же, понимать, что в этих странах есть большое преимущество. Международная туристическая отрасль сейчас здесь только на ранней стадии, конечно же. Но в то же самое время есть большое историческое наследие туристической отрасли Советского Союза, где большое количество туристов было в Казахстане и стран СНГ сейчас, но количество туристов из других стран относительно низко на данный момент. Я знаю, что Казахстан пытает диверсифицировать свою экономику, чтобы не зависеть от нефти и природных ископаемых. И туристическая отрасль является одним из основных направлений. В данном случае, на самой ранней стадии развития туризма в Казахстане, необходимо, я думаю, прямо с самого начала эти принципы устойчивости ставить во главу углу, а не так, что мы будем развивать, развивать, не рассматривая все эти элементы хаоса, которые могут появляться и потом его разгребать. Поэтому нам необходимо понимать, что нехватка интегрированной и целостного подхода планирования и действий часто не используют многие стандарты, конечно же. Экотуризм в Казахстане по большей части относится к тем людям, которые идут к экологическим местам. Не обязательно это связано с их поведением. Поэтому очень важно это принимать внимание. Я извиняюсь, я должен быстро пойти, если поставить ему четверг. У нас есть концепция экологического развития со стороны правительства, но эта отрасль в Казахстане более-менее изолирована в общем экономике. Поэтому, я думаю, это должна быть соответствующая прослойка над обществом, над экономикой, а не отдельная секция. Только мы это еще обсудим. Пять региональных кластеров туризма в регионе к 2020 году в соответствующем плану. Это дает возможность для того, чтобы строить своего рода принципы с самого начала, но также эти кластеры, конгрегаты своего рода концентрируют соответствующие точки давления по части развития туризма. Я быстро пройдусь по этим вопросам. Это, конечно же, основные моменты, что касается устойчивого развития Казахстана, является частью проекта «Шелкового пути». И здесь мы получили в 2014 году соответствующий статус по двум основным коридорам «Шелкового пути». Это Чанг-Янг-Тианшан. Если мы посмотрим сюда, фундаментально важным вопросом для развития такого рода коридоров и «Шелкового пути» – это устойчивость, так как ЮНЕСКО и Всемирная туристическая организация продвигают инициативу, они привносят принципы устойчивости с самого начала, с самого сердца проекта. Вопрос здесь теперь, конечно же, как реально они могут дать здесь элементы устойчивого развития для туризма в этих странах, если у этих стран нет еще принципов устойчивости и экологической ответственности, которая является элементами их главных законов. Поэтому путем сотрудничества международного, путем международных организаций и их деятельностей Казахстан и другие центрально-азиатские страны могут, конечно же, получить перспективы для того, чтобы внедрить механизмы устойчивого развития туризма в этих странах. Я извиняюсь, минутку еще осталось. Спасибо вам большое. И я хотел бы поблагодарить всех. Спасибо большое. Регламент, к сожалению. Спасибо вам большое. Микрофон отключен. Микрофон отключен. Да. Еще раз надо включить микрофон, конечно же. Благодарю вас. Теперь я бы хотел попросить Айжан выйти на сцену и представить «Игры кричевников». Да, благодарю вас. Сегодня на самом деле я готовила презентацию на английском языке, но с уважением к тому, что мы находимся в Центральной Азии и русский язык является нашим официальным языком. Поэтому презентацию все-таки на русском языке сделаю. И первое я хотела бы показать наш официальный тизер третьих всемирных игр кочевников. Поэтому сперва посмотрим видеоролик. Айжан. Можно будет презентацию включить? На самом деле, в этот раз, в 2018 году мы проводили уже третьи всемирные игры кочевников. Основным лозунгом является «Единой силой, единым духом». На самом деле, потому что, несмотря на то, что у нас различная культура, различные традиции, но нас объединяет то, что нас… Мы не говорим о том, что нас отличает. И в эпоху нашей глобализации основной идеей всемирных игр кочевников является возрождение культуры, возрождение нашей традиции, сохранение нашей самобытности. И наш этноспорт, этнокультура является основными нашими отличительными чертами кочевых народов. И в этом году у нас талисманом третьих всемирных игр кочевников являлись лошадь, потому что лошадь является средством передвижения для кочевых народов. И также снежный барс, потому что Кыргызстан, мы выступаем как страна для сохранения нашей экосистемы, для сохранения наших редких животных. И в этом случае мы в каком-то роде тоже отправляем миру сообщение, что мы должны сохранить то, что для нас является ценным. Как я сказала вчера уже в своей презентации, что всемирные игры кочевников, три атрибута – это этноспорт, этнокультура и наука. Почему наука? Потому что для того, чем мы отличаемся от Олимпийских игр? Тем, что у нас во время всемирных игр кочевников проводятся международные этнофестивали, также проводятся конференции и форумы. И на конференциях мы говорим о том, кто мы кочевники, какая у нас история, какая у нас культура, какая традиция, почему такая традиция. И на церемониях открытия-закрытия мы, я думаю, мы четко показали свою историю, и не только свою историю Кыргызстана, но и всех народов кочевых цивилизаций. Если посмотреть динамику стран, участников игр кочевников, то он идет на увеличение, потому что в первых играх, если участвовало 19 государств, во-вторых, 62 государства, уже на третьих всемирных игр кочевников участвовало 85 государств. И какие выводы мы получили от всемирных игр кочевников, если посмотреть на динамику увеличения туристического потока, то идет тоже с 2014 года, специально 2013 год добавила для того, чтобы посмотреть, где мы были и где мы находимся сейчас. Это не считая того, что в 2018 году у нас на самом деле очень увеличение стран не только с Европы, но и с арабских государств, таких как, например, Саудовская Аравия. Уже в сентябре месяце было 10 тысяч арабов, именно Саудовской Аравии, которые прибыли в Кыргызстан для того, чтобы посмотреть нашу уникальную страну. И чем мы уникальны? Тем, что вообще Центральная Азия, Кыргызстан, у нас, если мы говорим на Бразилии, то о Бразилии мы вспоминаем карнавал, если говорим о Китае, мы вспоминаем о китайской традиции, но Кыргызстан, это у нас, Кыргызстан и Центральная Азия, это этно-туризм. Поэтому этим мы уникальны, этим мы интересны другим народам. Также немаловажную роль играет то, что о нас, о всемирных игрокочельников говорили, международная пресса, такие как New York Times, The Guardian, Le Monde, France 24, и такие известные, различные из 56 государств прибыло в этом году, именно туристов, именно журналистов. И если посмотреть динамику, то это влечет за собой очень большой интерес международного сообщества, имеет экономические выгоды, потому что инфраструктура улучшенная, потому что Центральная Азия – это впервые уникальный проект, когда мы заявили о себе, о кочевых народах, что у нас есть традиция богатая, культура богатая. Социальные выгоды, когда мы говорим, это то есть мы разбудили в народе идеологию, идеологию быть кочевником. А кто такой кочевник? Кочевник – это они сохраняли свою культуру, свою традицию. Мы за то, чтобы животных любить и уважать. И политические выгоды – это то, что признание международного сообщества в ООН, в декларации и в резолюции мы были упомянуты, как страна, которая выступает за мир, за сохранение своей самобытности, своей культуры, несмотря на то, что мы против войны, мы хотим мира. И также консолидация нашего общества. Также наши, например, в этом году мы получили, когда мы объявили о том, что нам нужны волонтеры, мы получили уже за один месяц 3500 applications от волонтеров, что они хотят быть волонтерами игр кочевников. Не только на национальном уровне, но и на международном уровне. Нам в этом году из 15 стран 40 волонтеров, это уже которые были отобраны. К сожалению, еще после объявления о том, что мы уже приняли волонтеров, нам поступало из Бразилии, из Новой Зеландии, из Австралии письма, что они хотели бы быть волонтерами игр кочевников, потому что им интересно, это очень уникальный проект. И в этнофестивале Вселенная кочевников именно выступали такие государства в этом году, как Латин Америка, африканские страны, где-то 5 государств из африканских тоже участвовало. И также наши казахстанцы, Узбекистан, Таджикистан, из Британии тоже шотландская замечательная группа приехала. Также выступали шикарный танец с уникальной одеждой. И это было очень интересно. На самом деле мы могли также в урочище Кырчин организовать этнобазар, международный этнобазар, и организовать такой проект, как Этнодом, где мы могли посмотреть, как живут арабы, как живут британцы, какие игры играют. То есть если даже не было спортивных игр, где могли участвовать, например, в этом году у нас в Кокбурю участвовала также Соединенные Штаты Америки, Франция, потому что это было им интересно. Правила, конечно, были различные, но был интерес их участия на всемирных игр Коченька, именно в Кокбурю. И у нас замечательное было сотрудничество с международными организациями, World Health Organization, UNDP, UN World Tourism Organization, UNICEF. Очень замечательный у нас детский караван игр проходил, когда мы обратили внимание на детей, на древние игры, что они развивают детей, чтобы родители обратили внимание на детей, что несмотря на то, что мы очень заняты в эти дни, но мы должны обращать внимание на детей с использованием наших древних игр кочевников. И также у нас замечательная возможность была сотрудничать с Turkish Airlines, где они летят в 110 стран мира, и когда они говорили об играх кочевников, что проведение, это для нас было замечательной возможностью, для Кыргызстана в целом. Этот проект имеет краткосрочные, такие долгосрочные выгоды, краткосрочные, как мы увидели, что этот маленький регион, скажем, Иссык-Кульский регион, могли показать о своем потенциале туристическом, где наши туристы могли прожить nomad night, как говорится, в юртах, могли попробовать нашу кочевническую еду, которая очень биочистая, очень полезная для здоровья. Поэтому мы очень рады были передать также Турции, для того, чтобы посмотреть, какая культура, традиция, история у Турции. И поэтому мы, я думаю, будем рады также увидеть вас в качестве гостей в Республике Турции. Но Кыргызстан, добро пожаловать в наш горный, красивый, красивую страну Кыргызстан, где вы можете насладиться нашей и культурой, и традицией. На юге, на севере у нас есть все места, где вы можете насладиться нашей прекрасной природой и людьми. Спасибо большое. Спасибо. Замечательно. Спасибо большое. И я думаю, что люди из других стран с удовольствием захотят приехать и посмотреть на быстрое развитие этой страны. Я думаю, что действительно это огромный вклад в развитие туризма этой области. Давайте мы сейчас продолжим. И мы переходим к Джерри Моррису, который расскажет о данных, понимании аудитории, почему это имеет значение на национальном уровне. Он расскажет о понимании индустрии, а также он расскажет о том, как организации смогут трансформироваться, когда они получат больше знаний о себе. Я передаю слово Джерри, и она нам расскажет об этих сферах. Спасибо, Джеральд. Доброе утро. Это были замечательные два дня. По сравнению со всеми организациями, которые мы вчера рассматривали вчера, я думаю, что многие из наших клиентов это огромные организации. И нужно многое сделать для того, чтобы изменить их. Моя организация – это консалтинговая и стратегическая компания. Мы принимаем разных людей из Великобритании, мы работаем также в Скандинавии, мы сами находимся в Великобритании, работаем в Австралии и Новой Зеландии. Мы работаем на различные организации. Это огромные национальные музеи, галереи в Англии и огромные большие организации в Америке также, и в Австралии, и Новой Зеландии. И также мы видим растущее число национальных организаций из Дании и Швеции. И многие из них… Да, мы работаем также на маленькие организации, работаем на различные организации, которые работают с искусством. Это какие-то культурные организации, но большинство из них – это большие организации. И мы хотим помочь организациям, чтобы они были больше направлены на визуальные моменты и сфокусированы на аудитории. То есть есть определённые амбициозные видения, и они должны также понимать, какова основная цель. И также эти организации должны помнить, что аудитория – это центральный вопрос. Мы используем вот такой модель для описания различных видов организаций. И очень часто, когда мы работаем с организацией, мы в первую очередь начинаем с аудитории. И поэтому мы поставили аудиторию в зелёную ячейку. Поэтому это самое важное для нас. Это означает, что у нас есть большие коммерческие организации, которые концентрируются именно на достижении мейнстримов, на том, что хочет аудитория. И также многие из наших организаций также больше сфокусированы на так называемых видениях, на своих партнёрах, на тех людях, с которыми они часто работают. Это очень часто многие организации сфокусированы на достижении потребностей других каких-то похожих организаций. И поэтому мы также говорим о том, что эти организации должны быть сфокусированы на социальных вопросах, то есть они помогают людям достигать каких-то своих целей. И это определённая целевая аудитория. И когда мы говорим о фокусе на аудитории, а также видении, очень многие организации имеют огромное аббицированное видение или цели. Но очень часто вот эти цели покрывают более обширную аудиторию. И в течение нескольких лет мы очень много работали с разными организациями. Мы работали уже где-то 30 лет в секторе культуры. И мы начали рассматривать работу музеев 20-21 века. И здесь вы видите характеристики, которые мы определили для себя. В первую очередь, они должны быть визуальными. Вы знаете, что очень часто музей использует свой бренд. Бренд является самым важным, чтобы у этой организации были чуткие цели, представления, которые они передают. Что касается музеев, которые направлены на визуальные какие-то инструменты, а также аудиторию, это более дисциплинарные музеи, чем распространенные. И также мы говорим о музеях, которые ориентированы на результаты. То есть они хотят достаточно разных людей, и они оценивают эффект, который они оказывают на людей. Также мы говорим о том, что есть музеи, которые направлены на инсайты. Это такие организации, которые направлены на просто. Также это организации, которые вовлечены в какую-то интерактивную деятельность. Это интерактивная вовлеченность с сообществами, с партнерами, а также персонализированные. То есть организации сегодня хотят помогать визитерам достигать какие-то собственные потребности, покрывать свои потребности, а также получать какое-то собственное понимание и значение. Одна из моделей, которую мы разработали, это огромное исследование, которое мы проводили. Мы хотели понять, почему люди вообще ходят в музеи. И одна из основных мотиваций – это социальная причина, социальное взаимодействие, то есть делать то, что другие люди делают. Это хороший способ, чтобы провести качественное время с семьёй, а также с друзьями. Это развлечение, а также развитие туризма. Всё это социальная мотивация, которая существует в музеях. И в музеях есть огромное количество людей, которые мотивируются именно социальными причинами. Интеллектуальные причины. Это стимулирует людей, это, возможно, улучшение каких-то потребностей, это хобби, это какие-то собственные интересы, внёкор. Также есть эмоциональные причины. Это определение культурной идентичности, это опыт прошлого, путешествие во времени и просто ради любопытства, чтобы посмотреть и получить удовольствие эстетическое, посмотреть на что-то прекрасное, красивое. Также есть духовные причины. Это вдохновение, это эскапизм. Многие люди также оценивают подобные качества, если они достигают каких-то трансцензентных ощущений и получают такой духовный опыт. И также мы проводили большие холостические исследования и смотрели, что у музеев есть вот эти разные уровни. И среди них социальные мотивации, среди них, среди этих людей причина, которую называем мы социальные, это та же самая причина, по которой они, например, ходят и по магазинам. И мы видим, что также музей у нас работает как архив, как депозитарий знаний, где люди могут почерпнуть какие-то знания, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности. Что касается тех людей, которые приходят ради эмоциональной мотивации, и там музеи больше работают как спа. Это терапевтическое какое-то место, куда люди приходят и получают какое-то удовольствие ради своего здоровья. И также у нас есть духовный уровень, где часто музеи работают как место поклонения, где люди испытывают какой-то духовный опыт. Поэтому видите, что у музеев есть разные функции на разных уровнях. И таким образом они удовлетворяют потребности всех этих разных уровней. Мы можем измерить, сколько людей приходит и ради какой мотивации. Здесь вы видите четыре национальных музея в Лондоне. И здесь вы видите, что один музей D, 53% людей приходят ради социальной мотивации. Для них ориентация, навигация, а также руководство, качество кофе, а также шоколадных пирожных. Это очень важно. Также есть люди, которые приходят ради духовной мотивации, а вот эти музеи, они имеют большее количество людей, которые приходят ради эмоциональной, а также духовной мотивации. И более меньшее количество людей, которые приходят благодаря социальной мотивации. То есть здесь вы видите разные уровни с потребностями. И также мы измерили, действительно ли приходят люди ради и из-за одного вида мотивации, что они получают. Здесь вы видите музей. 47% людей приходят из-за социальной мотивации, а 25% приходят ради социального опыта, но у 47% имеется также и интеллектуальный интерес. И в британских музеях есть много людей, много визитеров, которые приходят из-за социальной мотивации, которые получают какую-то энергию, которые чему-то учатся в музеях. И здесь вы видите еще очень сложные данные, но это совсем другая точка зрения, когда мы рассматриваем распределение людей, когда мы опрашивали людей, когда и для чего они посещали те или иные музеи. Здесь вы видите данные, которые показывают, вот синим вы видите, сколько человек посетили определенные музеи в Лондоне за последние три года. Оранжевым вы видите тех людей, которые посещали эти музеи за три года, но всего лишь один раз, зеленым. Вы видите, что люди, которые не посещали, но они заинтересованы в музеях. А вот остальные, вы видите, что это те люди, которые даже не знали об этих музеях. Что это показывает? Вы видите, что мы видим огромный потенциал в музеях Лондона и в развитии музеев ради аудитории. Итак, это что насчет аудитории? Но также мы рассмотрели различные стороны музеев, современных музеев, различные виды музеев. Итак, давайте мы с вами рассмотрим, какими должны быть музеи ради аудитории, которые меняют какие-то свои ожидания. Мы рассмотрели разные способы, как музей может привлечь аудиторию. И здесь, видите, с этой стороны колонку, это данные, которые мы получили, то есть мы собрали какие-то данные, мы, скажем, берем какие-то данные или, скажем, какие-то вещи и предоставляем, скажем, государству. И это то, благодаря чему функционирует большинство музеев. Также музеи предназначены для того, чтобы информировать людей. Это место обучения, это место, где музей может соединять то, что вы уже знаете и что вы получаете благодаря коллекциям. С 90-х годов и далее музеи начали также вовлекать людей в свою деятельность. Это интерактивные различные показательные демонстрации, встречи. И они начали развивать таким образом опытство у людей для того, чтобы они развивали свои определенные креативные навыки. И это было уже более поздние наработки, конечно же. Но если мы будем рассматривать это уже в перспективе, музеи все больше и больше ожидают, что они будут весьма активны в плане того, что они будут осуществлять точно такие же действия, как и в других отраслях, чтобы было партнерство в деятельности с людьми, и чтобы общественные идеи были так же важны, как и идеи, исходящие от музея в совместных проектах. Музеи теперь рассматривают все больше как соответствующие формы, площадки для обсуждения мест, для раскрытия определенных идей. И это соответствующие точки для того, чтобы сообщество местное могло собираться и обсуждать различные интересные моменты. Что касается вообще полностью спектра вовлечения аудитории, это не обязательно, что касается в одной тематике. Это могут быть различные тематики, как они сейчас это осуществляют, это вопрос образовательный программ. Они могут переходить в рамках этой таблицы, переходить к праву, к леву, как мы видим здесь. Но слева в основном эта модель, она до сих пор существует, так как без этого у нас не было музеев. То есть более традиционная консервативная сторона деятельности. Также музеи могут думать, где располагать свой бренд, соответствующий в рамках этого спектра. Я пропущу эти слайды. Это некоторые высказывания манифестов, которые отражают такого рода изменение модели музейной деятельности. Я весьма быстро объясню, как мы используем данные. Опять же, музеи в основном, они сконцентрированы на том, чтобы выставлять свою деятельность. Вот, например, искусство Чикаго, это также консервативное достаточно музея. Когда мы начинаем свое исследование, у них было соответствующее новое крыло, крыло Рензо Пиано. Архитекторы предполагали, что это будет совершенно новая интуитивная архитектура уже, которая будет использована для этого организации. Я быстро пробегусь по сайтам, опять же, так как регламент ограничен, там они размещали современные экспонаты 20 века. Куратор, он был как архитектор, он понимал, что для этой коллекции надо было быть более интуитивным в плане размещения, а не традиционно. И поэтому это было не так, что сразу же люди бы ходили бы как обычно, и люди бы не ходили бы так, как раньше. И архитекторы думали, что люди поднимутся на лифт, налево поверут, подойдут к входной двери, и по хронологической цепочке пройдут полностью по всем экспонентам и выйдут. Мы провели исследование, обзор делали. Мы понимали, что люди поднимались по лестницам, поворачьи налево, выходили и наоборот, в обратном порядке уходили, ничего не обучались. Это всё показывает, что люди, которые мотивируются со стороны духовных, эмоциональных сканей, они не так рассматривают это, как если бы те люди, которые бы рассматривали хотя бы немного искусства, но также не получали, если была неправильная планировка. Мы также поставили соответствующие надписи, как это обычно есть у зданий сегодня. Также это были инструкции по расположению. Но опять же, это не так уж хорошо работало. После этого мы более чёткие надписи уже ставили. Это большие надписи, например, на выходе там написано было «выход» большими буквами, на входе большими буквами «вход». Также мы график в рамках полностью периметра всего коридора указывали для того, чтобы мы могли направлять потоки людей через галерею. В результате этого всего 70% уже использовали правильную дверь, и в результате они получали больше вовлечённости в эти элементы нашего образовательной программы. И как мы видим в рамках этой статистики, вот так вот всё поменялось. Намного больше теперь людей у нас стало, которые больше по галерее ходило. Это мы всё называем ориентацией соответствующей. Конечно же, было несколько людей, которые просто рассматривали отдельные элементы музея без конкретной концентрации. Это небольшое количество людей, и больше людей, конечно же, сейчас стали рассматривать и изучать, читали трактовку, что есть в этом объекте искусства. То есть они были более сконцентрированы и вовлечены в этот процесс. Вот небольшой пример того, где мы применили такого рода данные для того, чтобы большее качество, конечно же, было у наших подписчиков в плане опыта. У меня нет, к сожалению, небольшого времени. Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое, Джерри. Теперь я хотел бы, чтобы Дэвид рассказал бы нам о перспективе Уэльсона. Она отличается, конечно же, от опыта Англии, Шотландии и Ирландии. Нет сомнений в этом. Нет сомнений. Я возражаю против многого чего, что я слышал на этой конференции. Слишком много было либеральной модели культуры, конечно же. Многие из основных музеев, которые мы видели и которые мы обсуждали сегодня, Это глобальные, на самом деле, бренды, у которых есть соответствующее понимание свое по социальному взаимодействию. Спасибо в то же самое время за то, что пригласили меня. В первую очередь, вопрос творчества, креативности. Это естественно, так же, как и дыхание. Это не технология. Это не наука. И многие могут дать свой вклад в это. Креативность – это то, что мы продолжаем с того, что мы начали. Это то, что у нас есть с детства. Оно можно давать, как добро и зло. Это должно быть во благо общества. Здесь вопрос. Как мы можем быть творческой частью живущего современного мира? Культура. У креативности творчества есть культурный корни. Когда они потеряны, тогда она умирает. Если мы думаем о творческих отраслях, а не только обществе, тогда мы умрем. Мы умираем. Неравенство. Соединенное Королевство является вторым самым неравным обществом в развитом мире. Мы часто не говорим, конечно же, об этом. Почему необходимо было ждать до 2017 года, чтобы Холл признали как городом культуры? Почему Дэнди был на протяжении десятилетий бедным городом? Почему Лондонский национальный музей, который был основан шотландским правительством, не создали в Шотландии? То есть там не было достаточно людей с знанием дизайна, архитектуры, не было достаточно предметов искусства там. Это колониализм, не правда ли? Дэнди Энтендерри, это также город культуры Бега, бедный город. Ковентри, тоже бедный город. Мы видим здесь какую-либо определенную структуру. Это, конечно, структура глубокого неравенства, несправедливости. Это больше сконцентрировано всё на Лондоне и Англии. То есть эгоцентрично в этом плане. И другим культурам не дают голоса. Даже 15 минут, которые мы уступаем, это недостаточно. Как Олд Фокси сказал, люди будут любить, конечно же, то, что происходит в будущем, когда им дают определенную свободу. И это дает, конечно же, повод задуматься. Это было в 1995 году. Это цитата, но до этого, конечно же, он упомянул об этом. 90% того, что мы делаем в Соединённом Крауле, это что касается неправильной работы правительства. Например, Brexit – это несовершенное государство. Всё это показывает. Также это чрезмерная увлечённость нолиберализмом. У нас на самом деле есть четыре правительства. И часто мы видим, что правительство в Союзе контролирует международные отношения вооружённой силы, СМИ и туризм в общем так же. Это всё в защитной мере видно. Мы не говорили в то же самое время о том, что четыре правительства Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Англии, у каждого есть соответствующий контроль над здравоохранением, гражданским обществом, культурой, туризмом. Поэтому часто международный имидж, который вы получаете о Соединённом Крауле, это модель Англии, а не соответствующая распределённая реальность, которая изображает правительство Всесоединённого Крауле. Когда мы видим флаг Соединённого Королевства, в общем, мы видим Англию. Нет Соединённого Королевства. Кроме как, если бы я сказал, что Соединённое Королевство не говорит от имени нас, если, конечно же, мы не согласимся об этом. Поэтому это понимать, это честно необходимо признавать. Как мы можем всё это соотносить с нами, как страну или группу стран, если мы не будем понимать о соответствующих прав и различиях, которые есть у различных стран. Поэтому это речь не о Соединённом Королевстве и не о Соединённом Королевстве, как о современных технологиях и вещах, которые мы видим. Теперь я перейду сюда. Да. Так как все другие говорили здесь. Вы меня слышите? Замечательно. Это Уэльс. Я должен сказать, я родился в Ирландии. Моя семья была очень сильно подвержена гражданской войне в Ирландии сто лет назад. Из Ирландии мои родители перевезли в Винглю, чтобы я жил вне этого мира. Я учился в университете Шотландии, я учил ирландскую историю. Большую часть жизни я проработал в сфере образования и развития сообществ, в музеях, школах. И теперь я являюсь директором в Уэльсе. Я жил поэтому в четырёх этих странах. Я своего рода бродяга. У нас есть законодательство в Уэльсе, как ни у какого другого государства. Это соответствующий закон о будущих поколениях. Это наш как раз руководитель в этом направлении. Каждый вопрос и действие, что касается общественного развития, сейчас должно быть проверено на соответствующее влияние, что касается будущего поколения. Это больше основано очень сильно на консультативно-совещательных дискуссиях, и это является центральным элементом применения решений Уэльсы. Это основные направления действия, что касается будущих поколений. В рамках этого закона ЕМУТО только три года, и мы до сих пор разрабатываем его. Как вы видите, здесь есть различные элементы этого закона. Это глобальная ответственность, соответствующая атмосфера. Это энергичная структура сообщества. До недавнего времени большинство людей разговаривал о Уэльсе на уэльском, не на английском. Я не умею говорить на уэльском. Одним из колонийальных наследий является то, что Уэльс является сейчас миноритарным языком, и не так, как это в случае с английским. Мы видим более сейчас богатый, более успешный и образованный Уэльс. Так как Уэльс, опять же, самая бедная страна в своем крае власти. Почти 30 лет назад почти полностью разрушена была экономика с окончанием эры тяжелой промышленности. Я хотел бы отметить всеобщую декларацию прав человека в ООН. Там есть статья, что у каждого есть право свободно участвовать в культурной жизни сообщества, и иметь доступ, и наслаждаться искусством, и участвовать в обмене научными достижениями. Почему мы не говорим о культурных правах здесь больше? В Уэльсе это по-другому. В общем, в Англии такого нет, а в Уэльсе наоборот. Мы видим это в рамках культурного представительства страны. Люди должны уметь представлять себя, а не так, чтобы их представляли другие. И это включает в том числе и непредставление со стороны правительства Соединенного Королевства, как бывает это часто. Мы должны мочь участвовать в этом все, и у нас должно быть представительство, что касается культуры, частью которой мы являемся. Использование и наличие такого рода прав, они в большей части связаны с поведением культурных организаций, как моего музея. Государство не может эти права культурно давать, а мы можем. И путем участия в этом всем люди узнают, что у них есть права. Нет смысла, чтобы говорить людям, у вас есть права, а потом получается старую модель использовать, когда все идет сверху вниз. Если мы будем людей вдохновлять на участие, будем говорить тогда уже конкретно на делах про права. Это очень старое высказывание, что леса знают очень много вещей, а ежик знает одну, но зато большую вещь. Вот в культуре так же. Что мы должны знать? Что мы должны говорить? Вильям Моррис, возможно, вы его знаете, это разработчик. Очень много продуктов он разрабатывал. То, что он сказал, это фундаментально. Это образование, желание, то есть желание расширить и улучшить наши жизни, наши дома, улицы. И на самом деле это обучение творчеству, удовольствию музеев, а также качеству общества. И Реннет Уильямс это замечательный мыслитель, который жил 40 лет назад. Он сказал, что у всех людей есть культура. Это не элитистично. Культура обычная. Это то, что Реймонд Уильямс сказал, что культура это обычная вещь. Это то, что мы несем с собой. И он сказал, что культура должна быть обычной в любом обществе. И это действительно правда в любом обществе. Это то, что он сказал. Итак, модели или карта больше. Здесь вы видите музей истории Уильса. Здесь вы видите музей, который открылся всего лишь несколько недель назад. Это открытый музей под открытым небом. Сейчас быстренько покажу. Здесь вы видите, что первоначально это был открытый музей. И за последние несколько лет мы перешли от пассивного вовлечения к активному вовлечению. И вы видите, что все, что сделано в музее, мы по всему проводили консультации со всеми группами людей. Здесь вы видите процесс строительства национального музея. И я знаю, что ни один из музеев Великобритании не был разработан как этот музей. Это местный музей, поэтому мы должны всегда помнить о различиях. И также мы должны сделать так, чтобы и другие музеи в Лондоне говорили об общем участии. Также мы говорим о укреплении навыков сообщества. Мы, как музей, мы должны быть музеем здорового общества. Многие сообщества, они действительно страдают на данный момент. И мы вовлекли 2700 волонтёров. Многие из них были наркоманами, алкоголиками, бездомными и имели другие проблемы. Мы вовлекли 15 художников, а также у нас было 8 групп поддерживающих. Также у нас были представители школы из учебных заведений. То есть мы увидели, что 120 тысяч человек у нас поучаствовали в различных программах. И мы видим, что это намного больше, чем в любом другом музее в Великобритании. Почему? Почему это происходит? И Агвестия это место для мастер-классов. Мы разработали такое место для того, чтобы люди 21 века могли использовать свои руки, что это очень важно в развитии интеллекта, использовали как и умы. То есть мы работаем и над телом, и над умом. Это здание. И наконец, вы видите еще одно здание, вы видите восстановление зданий в 17 веке, то есть вы видите, что в то время англичане, они захватили Уэллис и установили свое господство. Итак, что мы должны делать, чем занимается Уэллис? в первую очередь Уэллиса это музей, который является демократическим на основе общества, то есть работы общества. Это социальное место. И я надеюсь, что у нас будет возможность обсуждать различия в различных моделях Великобритании. Спасибо большое. Спасибо большое нашим последним спикерам. И также я хотел бы сейчас пригласить сюда других представителей Эролла Фрэнсиса, Джерри Морриса. И сейчас мы хотели бы дальше обсуждать эти вопросы, о которых уже говорили наши спикеры. Итак, я хотел бы начать с вопроса. Я хотел бы задать вопрос Эролу, который еще не выступал, чтобы вы прокомментировали последние две презентации. И хочу, чтобы вы рассказали о своей точке зрения об этих двух областях сферах Эрол. Слово предоставляется вам. К сожалению, Эрол не слышно. А вот сейчас работает. Все работает. Работает. Всем доброе утро. Спасибо большое. Просто хотел сказать, что я работаю на Кульдору. У нас есть независимый благотворительный фонд в Лондоне. Наша миссия это диверсифицировать различные сектора наследия для того, чтобы взаимодействовать с рабочей силой, для того, чтобы развивать новые таланты, рабочую силу, а также расширить аудиторию благодаря различным программам развития и посмотреть, что хотят люди видеть и испытывать в музеях. И две презентации также затронули различные аспекты наших вопросов, над которыми мы работаем. И я полагаю, что первоначальная вещь, что касается вашей презентации, Джерри, это влияние рабочей силы на различные программы, а также на контент и также влияние аудитории на вовлеченность. И мы говорили об этом. Я хотел бы просто повторить все это, потому что я считаю, что это очень релевантно. Я просто хотел показать, что в Лондоне есть лидирующая музея. Несколько лет назад, я думаю, что и сейчас музей Sol Innovation это была такая сила, так называемая Black Power, то есть музей визуальных искусств. Я просто хотел вам показать и подчеркнуть, что проводятся различные выставки, которые показывают историю искусства. Начиная с 60-х, очень многие люди должны знать об этом. Но что было замечательным, это то, что аудитория, которая приходила в наш музей, это была разнообразная аудитория, самая разнообразная. И интересно, что куратор, который проводил это шоу, это был афроамериканец. что касается изменения контента музеев и аудитории музеев, моя первоначальная точка зрения, я хотел просто сказать, насколько важно менять таланты, рабочую силу, работников, которые разрабатывают новое содержание, контент для того, чтобы привлечь новую аудиторию. Это мой первый пункт, который я хотел отметить. Я думаю, что это очень важно, потому что пока вы не предоставите альтернативные перспективы, тогда не будет шансов на изменения. Я думаю, что в музеях основной вопрос. Действительно, за два года до выставки конечно же были определенные руководства кураторов и были определенные предложения со стороны сообщества, как можно было построить здание и наладить контакт. И действительно все это хорошо сработало. и это повлияло и развило нашу аудиторию. Но еще очень важный момент, чтобы все это удержать, чтобы эта выставка также повлияла на аудиторию. Поэтому вам всегда необходимы разнообразные очень разные работники, которые могли бы привлечь разную аудиторию. И я в небольшой фрустрации, потому что мы пытались как-то разрабатываться с этим вопросом. На самом деле мы сделали очень много усилий. Например, мы привлекли 87 молодых людей за последние пять лет, и мы назначили их на разные позиции в музеях, но мы видим, что на самом деле мы все еще находимся слишком далеко от достижения разнообразной аудитории. Я хотела бы привести еще один пример, который отличается. Очевидно, что есть определенные выставки, которые связаны с определенной аудиторией. Например, это история черной рабочей силы. И, например, Модильяне очень важна. Очень важен европейский художник-модернист. И стратегия привлечения аудитории для определенных контентов, и где маркетинг является целенаправленным, это очень важно. Поэтому мне просто интересно, если вы публикуете что-то, если, например, вы публикуете что-то в определенных этнических СМИ для достижения черных людей. Вот, например, я не знаю, как можно связать Модильяне с этой аудиторией. Поэтому мы учитываем контент для того, чтобы достичь определенной аудитории и мейнстримовой культуры и также изменить культурное поведение. Я думаю, что все связано с определенными техниками и иронично. Вы пытаетесь привлечь какие-то современные, технологии. Мы также проводили исследования и исследования опросы по современным методам, и мы попытались зарегистрировать изменения в демографии. То есть, когда мы запустили свою программу, мы видели, что были определенные пропорции, которые изменились после проведения наших выставок. И на самом деле это не просто были выставки Модильяне или еще какие-то выставки, которые могли повлиять. Но это был такой гибкий движок, когда мы могли сделать эту площадку более массивной и перевнести ее. И мы видели, что мы привлекали большие семейные аудитории. То есть, семьи приходили. Когда вы достигаете различные семьи, вы достигаете и разнообразия. поэтому есть определенная пропорция в этих разных аудиториях, то есть различных этнических принадлежностей, а также семейных принадлежностей. И поэтому мы видим, что в Лондоне действительно репрезентативная публика. Но, возможно, если мы возьмем черные семьи, которые приходят, например, в Солонейшн, которые смотрят на какие-то турбины или какие-то еще что-то, они могут подумать, о, моим детям это тоже все понравится. Возможно, я приведу своих детей, поэтому необходимо совместить правильное послание, а также тагетированную аудиторию, а также СМИ или какие-то средства для привлечения этой аудитории. Но, на самом деле, не нужно как-то переосмысливать все это, поэтому с этим нужно как-то работать. И вчера, например, мы говорили о том, что мы должны привлекать обычных людей, о которых мы говорим. Ну, вот так. Орл, может быть, вы хотели бы передать слово Дэвиду? Я вот чуть позже отвечу на этот вопрос. Да, я просто отметить колониализм. Вы вначале говорили, на самом деле там была небольшая проблема. И, знаете, отличие между творчеством и культурой существует. Для меня, снова, мы вчера уже говорили, что действительно это очень сложные термины. И мы знаем о Джоне Уоллимсе, который написал книгу об этих темах. И он говорил о культуре, о том, что это очень большая тема, и поэтому, возможно, это одно из самых сложных слов даже в английском языке. Во время встречи вчера мы должны, мы говорили, что мы должны очень аккуратно к этому подходить. мы должны разграничивать творчество, креативность, культуру, потому что все рождаются с креативностью, с творчеством. И также мы говорим о влиянии, которое может влиять на коллапс этих двух терминов с точки зрения культурной стратегии и политики. Да, конечно же, еще одна вещь, о которой говорил Уильям, это то, что мы можем определить эти термины абсолютно по-разному, культуру. И, конечно же, это все ведет нас и к пониманию культуры. И я полагаю, что для меня творчество это способ вовлечения в культуру. И я, Эмин Малуф, писал об идентичности. Мы все обронисаны мультикультурными нитями, и поэтому мы говорим о так называемых вертикальных линиях, то есть, когда мы рождаемся в наших семьях и так далее. Но также наш жизненный опыт это горизонтальный срез также влияет на наш опыт. И комбинация этих вещей составляет нашу идентичность. У нас может быть единая культурная идентичность, у нас может быть определенный опыт, который включает культурные элементы. Я полагаю, что для меня креативность очень важна, но выражение творчества должно быть контролируемо, должно быть управляемо, скажем, государством, организациями, которые работают. В государстве это образовательные учреждения, это музеи. И я действительно иногда боюсь, когда музеи как-то работают с культурой или творчеством, потому что очень часто послания, которые вы как гражданин, как человек получаете, на самом деле вы не принимаете какое-то решение в распространении этой культуры для будущих поколений. и поэтому я считаю, что мы, например, Уэльша, мы очень много уделяли внимание всем этим вопросам, например, сохранению культуры. И причина, почему сегодня язык вышел только в двух трети Уэльша, это то, что мы являлись очень активными участниками, то есть мы видим, что это огромное население. Все шло из Кардифа, конечно же, диссидентство, но в то же самое время тем не менее Уэльс является кельтской культурой, которая самым лучшим образом сохранила свой язык. И вот как раз это даже своего рода и диссидентство определенного рода. Мы, конечно же, в наличии у себя имеем доминантного соседа, который влияет и на культурные соответствующие вопросы, нашего развития. Да, мы, конечно же, обсуждали. Да, спасибо. Что касается антиколонализма, опять же, и то, что мы осуществляем сейчас по культуре, это в большей части также все таким образом прорабатывает. И вопросы, касающиеся музеев, у нас есть соответствующая программа и даже термин называемый «старая культура», или я бы даже сказал бы «культурой старой Европы» и как различные идеи, элементы деятельности различных музеев, героические обслуживания музеев, легендарных их коллекций, все показывают соответствующую разницу, национализацию колониализма. Например, мы видели соответствующее противоборство, которое показывают эти музеи. Многие из них, они были построены вне колониалистической эпохи. у них есть такого рода даже проблемы. Дэвид, я бы хотел спросить вас об ограничении вот этого соответствующего объективного вопроса и как это все прорабатывается для того, чтобы мы могли прорабатывать все, что касается колонизма, и чтобы аудитория понимала, что музей дает соответствующие критические элементы мышления, и чтобы имелся в наличии опыт путем опыта того, что у нас было раньше, и как это все может показывать нам сейчас. Опять же, традиционные колониальные музеи, они через черт заточены на объектах, на опыте с соответствующими объектами. Да, я полностью согласен. Большое количество культуры переносится устно, например, и устно-народное творчество также проходит со временем от уста в другие уста, и много не записывается. У нас есть очень, кстати, замечательная программа 20 лет назад была запущена. Эта программа рассматривала коллекция Британских музеев, и там говорили о том, как, в частности, общество обычно отличается от своих объектов от того, что называется своего рода хранилищем их мечт. И в данном случае, конечно же, значимость дается этим объектам, которые отрывают от культурного контекста и не принимается к среднюю, конечно же, то, что передает связи с уста. Но, как вы отметили, я думаю, материальные коллекции это также является частью культуры. И, конечно же, я считаю, что музеи перенасыщены объектами, а не соответствующими ресурсами, которые могут быть использованы для более глубокого анализа культуры и как все это развивать. мы можем это уже в деталях обсудить, особенно, что касается мультиэтнических, мультикультурных, очень разнообразных культур, как Соединенное Королевство в Национальном музее. У нас, конечно же, есть большое количество архива устного творчества. Что касается, например, Вельса, это различные аудиозаписи различных, совершенно различных аспектов жизни повседневных. Конечно, у нас было даже 12 человек в один период времени, чтобы они записывали различные звуки у Вельса, это различные диалекты, истории, которые уже ушли из ежедневной жизни, а у нас они записаны в некоторых же сообществах. Там, наоборот, они даже возвращаются к нам, чтобы просили, они просят, опять же, чтобы эти записи были переданы им, они хотят узнать, как изучали их, например, бабушки, дедушки, и чтобы у них был соответствующий манифест культурный. Еще я бы хотел дать, может быть, пример того, вы, возможно, можете дать соответствующий вклад в этот план для аудитории, это что касается нематериального наследия, и это включает определенное количество риска, это еще одно направление разнообразия, это не только вопрос этнической идентичности, или, например, соответствующих культурных элементов, это, конечно, часто бывает достаточно смелые, я бы сказал, элементы того, что может это все дать аудитории, это по части как раз национальный, не материальных активов, это национальное доверие. Я в первую очередь, конечно же, задумался об этом, перед тем, как перейти к этой деятельности, это в большей части отражало традиционные виды деятельности Британии, как это обычно рассматривали, что касается наследия, путем изучения архитектуры, культуры, и также то, что аудитория среднего класса рассматривает в то же самое время, вот как я хотел бы привести пример два года назад, например, там было принято решение, чтобы признать декриминализацию гомосексуальности 50 лет назад. Это был соответствующий клуб Ковенгарди, она исчезла, а в один вечер это был клуб, опять же, который изначально существовал раньше, там у нас был интерьер восстановленный из фотографии тех лет. Национальный архив точно такой же воспроизвел полицейскую запись, которая показывала, что человек, который посещал этот клуб, его арестовывали согласно этому акту, и он подпадал под надзор, то есть это все восстанавливало события тех дней, опять же, большое количество людей, конечно, не пойдет в национальные архивы, чтобы смотреть все это, или скажем, как у нас есть это в стране, все это далеко, в Лондоне обычно, но, тем не менее, здесь мы видели, что было соответствующее нарушение, обслуживание общественного доверия, это все сразу дало соответствующий резонанс в газетах, и для того, чтобы начать справляться с таким вопросом по новой аудитории, музеи должны больше риск предпринимать. Вот это мой основной момент, который я бы хотел отметить, и этот пример, в частности, нематериального наследия. Должны мы быть более смелы по части того, как нам начинать вопрос этот решать с аудиторией нашей. В общем, на самом деле, мы провели оценку этой всей программы, что касается национального доверия. Я думаю, что вы, в частности, отмечаете, есть большое количество музеев различных и различных организаций, например, общественное доверие, историческая Англия. Они понимают, что им необходимо также рассказывать те истории, которые были скрыты, это своего рода не истории. Конечно же, так как у них есть такого рода вопросы взять риск и отметить все это, то им необходимо такого рода отчуждение от них по части основной аудитории. Опять же, аудитория динамична, она все время изменяется и для всех людей, которые, возможно, будут сейчас разочарованны этим или ограничены, то они могут рассказать такого рода истории. Опять же, на протяжении многих лет это было по части, например, раньше по вопросам белых, мужчин, европейцев, а разнообразие сейчас, это, конечно же, основной вопрос, который ожидает от нас. Это уже в прошлом, то, что было раньше. И, конечно же, это хороший вопрос национальной двери. Давайте рассмотрим это с исторически перспективнее. В какой момент времени вот эти вопросы стали основными в культуре и в какой момент вот эти графики наших событий все стало так, что национальные музеи поддержали по-настоящему храбрые, я бы сказал бы, смелые организации. это те, которые все это начинают предпринимать до того, как это все стало широко популярным, без какой-либо пользы или без какого-либо выгода. Хорошо, я бы хотел завершить сегодняшнюю сессию, задав вопрос каждому из наших участников панельной сессии. Какой один момент конкретно вот в рамках культурной повестки Дня музеев мы должны изменить на будущее, то есть перед тем, как это все станет проблематичным по-настоящему. Дэвид, вам слово в начале. Для этого отдельная конференция нужна, конечно, честно говоря, опять же, серьезно, для нас нужна отдельная конференция в этом плане, чтобы больше, конечно же, было возможности и для тех, у кого мнение иначе по этому вопросу. Это вопрос бедности и несправедливого расходов средств. Это вот вопрос того, что нам необходимо отметить. Это вопрос неравенства, бедности. Нам необходимо это и так же формально, юридически все отметить для совета совершения. Я, конечно, много могу об этом говорить, но я не буду говорить, кроме этого. Я думаю, здесь больше это по вопросам людей, человеческого капитала, талантов. Я видел, как все это изменяло все. Опять же, если мы будем говорить о колониализме, то есть очень чувствительные вопросы, опять же, того, что музеи отражают колониальную иерархию, и мы видим, кто там работаем, это кураторы, менеджеры, и это было бы замечательно, если бы новые таланты приходили. Я также хотя бы добавляю к членам совета то, что они сказали. Я тоже соглашусь с Баралом. Я думаю, это не просто вопрос национального характера, это вопрос также классов, чтобы во всем этом участвовали из низких сообществ, они также должны посещать больше музеев. Хорошо, большое вам спасибо. Я надеюсь, что аудитории понравилось видеть перед нами замечательных британцев, в общем, ирландцев, в то же самое время представители другой Ирландии, которая рядом с нами. Что касается обсуждений наших поводов для размышления, это все резонирует с тем, что аудитория, возможно, здесь также размышляет, что касается, есть ли у нас вообще какие-либо сильные стороны. То есть на определенном уровне, конечно, мы можем это все обсуждать. Как Дэвид говорит, нам необходима отдельная конференция, только по вопросу музеев, только. Поэтому спасибо вам большое, что принял участие в нашей такой сжатой сессии, за то, что послушали и участвовали в этой сессии. Теперь Галина разделит вас молниеносно на следующие группы для следующей сессии. Спасибо огромное, это была потрясающая дискуссия. Мы хотели разделить вас на группы, но у нас немножко меньше времени, чем мы предполагали, поэтому я предлагаю вам поступить таким образом. Берите кофе или чай.